Сегодня в Забайкальском краевом суде огласили приговор экс-главе управления МЧС России по Забайкальскому краю Вячеславу Королькову. Напомним, Корольков, его заместитель Владимир Ермаков и главный бухгалтер управления МЧС Любовь Измайлова обвиняется в том, что с 2007 по 2011 год выписывали премии отдельным сотрудникам от 50 до 200 тысяч рублей, а затем понуждали возвращать 80% от суммы вознаграждения. За 4 года они присвоили около 15 миллионов рублей. В ходе судебного разбирательства Корольков свою вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение. Экс-начальник краевого МЧС, его заместитель и бухгалтер выписывали необоснованно повышенные премии сотрудникам. За 4 года денежные выплаты получили более 60 человек на сумму свыше 47 миллионов рублей. Из этой суммы около 15 миллионов в виде взяток вернулись Королькову, Ермакову и Измайловой. Часть денег они потратили на ремонт служебных помещений, а также приобретение офисной оргтехники. Свыше 9 миллионов обратили в личное пользование. Сторона обвинения просила для подсудимого лишения свободы сроком на 6 лет и наложения штрафа 1 миллион рублей. В итоге суд признал Королькова виновным в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, решением суда Вячеслав Корольков лишен специального звания генерал-майор. На него наложен штраф в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей. В доход государства конфисковано место на автостоянке и автомобиль Toyota Land Cruiser 2006 года. Экс-глава краевого МЧС взят под стражу в зале суда. Будет ли он обзалован, рассадить Вячеславу Борисовичу, всегда, когда человека берут под стражу, конечно, реакция не очень приятная. Ничего приятного нет. В то же время мы понимали о том, что приговор может быть таким. Сообщники Королькова, Ермаков и Измайлова ранее получили условные сроки. А в отношении трех взяткодателей, то есть сотрудников, которым выписывались премии, в ближайшее время также будут возбуждены уголовные дела, поскольку они отказались от сотрудничества со следствием. В ходе следствия установлены были факты получения взяток другими сотрудниками МЧС, в том числе вышестоящими. Уголовные дела по отношению них выделены в отдельное производство и направлены для расследования нашим коллегам в Красноярске и Москву. Марина Кузнецова, Сергей Ручков. Время новостей.